Всем здравствуйте! Это наше утро на телеканале ОНТ. Календаря 7 марта. И надо ли говорить, почему мы в праздничном настроении? Ну, по крайней мере, мы, девушки. Ну, это понятно. Международный женский день уже завтра. А этот четверг – последний рабочий день на этой неделе. И сегодня в центре внимания будет наша прекрасная половина человечества. А также темы весны, любви и красоты, потому что они уместны вообще в любое время года. И, кстати, теплые слова в адрес белорусок уже звучали во Дворце Независимости. Глава государства встретился с активом Белорусского Союза Женщин. Об этом сегодня тоже расскажем. Были важные заявления. Евгений Ржусский и Екатерина Алисиевич. И пусть этот день будет удачным для всех знаков зодиака. Доброе утро! Звезды советуют Овнам не терять оптимизма из-за того, что вам то и дело придется корректировать планы. После дневной суеты постарайтесь провести вечер в компании лучших друзей. Тельцов ждет множество неожиданных сюрпризов. Но, несмотря на всю спонтанность происходящего, вы легко и успешно справитесь с тем, что задумали. Близнецам сегодня будут свойственны упрямство и настойчивость. Не все ваши друзья поддержат такое поведение и благосклонно отнесутся к капризам. Раки. Сегодня вам потребуется надежная поддержка рядом. Постарайтесь окружить себя людьми, которым можете доверить все самое ценное в своей жизни. Львы. Если вы проявите настойчивость в достижении цели, то преодолеете любую преграду и получите желаемое. Большую часть своего времени попробуйте уделить значимым делам. Девы. Не испытывайте себя на прочность, особенно в эмоциональном плане. Проведите текущий день спокойно. Обустройте свой дом и создайте уютную атмосферу. Звезды рекомендуют весам не планировать на сегодня ничего важного и срочного. Собраться с мыслями и сосредоточиться на работе вам окажется очень сложно. Благоприятный день у скорпионов. Постарайтесь посвятить первую половину дня наведению порядка в документах, а вечером позвольте себе отдохнуть, оставив проблемы за порогом дома. Удача будет благоволить стрельцам. Вы без труда сможете осуществить то, о чем недавно мечтали. К тому же хорошие новости станут приятным сюрпризом для вас. Козерогам придется воспринимать день в качестве определенного испытания, но преодолевая трудности вы совершенствуетесь и оттачиваете свои профессиональные качества. Водолеям пригодятся лидерские качества, а многие проблемы потребуют от вас решительности. Прислушайтесь к советам опытных людей, и тогда удача не заставит себя ждать. У рыб благоприятный день для наведения порядка в доме. Создавая красоту вокруг, вы и сами будете наполняться позитивной энергией. Только старайтесь не принимать кардинальные решения в одиночку. В преддверии праздника красоты и весны пусть настроение будет солнечным, независимо от погоды. Но прогноз на всякий случай мы все же узнаем. Дмитрий, доброе утро. Добрейшее утро, уважаемые друзья. А прогноз просто шикарный. До конца этой недели ожидается спокойная солнечная погода. Но правда будет немножко прохладно среди температуры воздуха. Прогнозируется около климатической нормы, то есть температурный фон будет характерен как раз для этого периода года. Но действительно погода будет очень такой классной, если говорить на простом языке. Так, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ожидается северо-восточный умеренный. А температура воздуха в разгородня прогнозируется от плюс 2 градусов по северо-востоку до плюс 8 градусов по юго-западу нашей страны. А 8 марта погода также порадует. Будет тихо, солнечно и спокойно, без осадков. Температура воздуха днем ожидается от минус 1 по северо-востоку до плюс 6 градусов по юго-западу нашей страны. Поэтому погода будет благоприятна для того, что дарить женщинам радость, да и просто прогуляться на улице. Но какая погода ждет нас в предстоящие выходные дни, расскажу прямо сейчас. Итак, в субботу и воскресенье погодное условие будет определять обширную погожей, но по-прежнему прохладный антициклон с центром над Скандинавией. Ожидается переменная облачность без осадков. Под утро слабый туман и видимость до километра. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы минус один, минус семь. Днем ожидается от минус одного градуса по востоку до плюс семи градусов по западу нашей страны. И предварительно в начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. По-прежнему в большинстве районов без осадков. А температура воздуха днем от нуля до плюс семи градусов. Вот такой шикарный, замечательный праздничный прогноз. Ой, Дмитрий, порадовало всех женщин. Подарок такой всем на празднике. Нами кажется, что и первые мартовские шашлычки как раз во время. Мне почему-то кажется, что именно 8 марта, буквально завтра, многие мужчины возьмут своих девушек, женщин и отправятся куда? На природу, на шашлычки. Да, именно так. Собирать тюльпаны и делать композиции. Спасибо большое, Дмитрий. Мы продолжаем. Расстояние не помеха для международной дружбы. В посольстве Пакистана состоялся прием по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Минском и Исламабадом. Партнерство прочно основано на взаимном уважении и сотрудничестве. Подписано более 80 меморандумов о взаимопонимании и важных соглашении, включая отмену виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Создана крепкая основа для плодотворного взаимодействия. Сегодня мы отмечаем 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Пакистаном и Белоруссией. И хотелось бы отметить, что за эти 30 лет наше плодотворное сотрудничество развивается во всех отраслях. Будь то экономика, инвестирование, промышленность, военно-промышленное сотрудничество, образование, культура и здравоохранение. Встречу украсили живым исполнением пакистанских национальных песен студентами Университета культуры. Посол Исламской Республики выразил благодарность белорусскому правительству за неизменную поддержку и уверенность в дальнейшем укреплении двухсторонних отношений. Сегодня поздравления женщинам звучат во всех коллективах и даже в тех, которые традиционно считаются мужскими. В белорусской армии к дамам особое отношение. Хотя согласись, слабым полом девушек в погонах точно не назовешь. Во всяком случае, так говорят наши коллеги из телекомпании Воен-ТВ. Лейтенант Мария Булавкина в армии с 17 лет. Девушка всегда мечтала стать защитницей Родины. Окончила среднюю школу в Полоцке, затем поступила в главный военный вуз. Так как я была с обычной школы, я шла по общему балу. И мне было тяжеловато немножко поступить, но я просто запрыгнула в последний вагон. И, честно говоря, я ни капли не пожалела, что все так сложилось в моей жизни. Я сейчас очень рада. Мария и представить не могла, что ее профессия будет связана с авиацией. Видела себя в роли кинолога. Однако жизнь внесла свои коррективы. Армия мне дала уверенность в себе. На самом деле меня академия очень поменяла. То есть я такая была застенчивая, я всего боялась. Сейчас я понимаю, что если не я, то все, а кто еще? Кроме меня самой у меня больше никого нет. И то есть надо в любом случае, в любом моменте положиться на себя. За время учебы у Марии, которая всегда причисляла себя к гуманитариям, случилась настоящая любовь к точным наукам. В смешанной авиационной базе в Мочулищах, где теперь служит девушка, ее считают грамотным и подготовленным инженером. Моя работа заключается в ремонте блоков авиационных, вертолетов, так же и самолетов. То есть приходит неисправный блок, снимаем, чиним, бояем, все, отправляем обратно на самолет. Конечно, она ответственная, потому что там все в самолете, вертолете, все взаимосвязано. Лучшие дни офицера, когда в части плановые полеты. Лейтенант Булавкина с любовью провожает огромные машины. Искренне радуется каждой благодарной улыбке пилотов, означающей, что работа идет в штатном режиме. Небо, самолет, девушка. Здесь не просто название известного фильма, это надежное и неразделимое трио. Сергей Чураков, Светлана Смык, Сергей Царенков, телекомпания ВАЕН-ТВ. Специально для программы «Наше утро». Отличным подарком к празднику от телеканала ОНТ станет яркое музыкальное шоу-гала-концерт «Песня Года Беларуси». Уже давно визитная карточка телеканала. Любимые артисты, зажигательные песни и только положительные эмоции. Запоминаем, завтра в 18.20 это будет ярко, громко и незабываемо. Не пропустите... Допоминалочку на телефон. Со своими любимыми. Смотрите обязательно. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на самом грандиозном событии года в музыкальной жизни нашей страны. Песни Года Беларуси! До концерта осталось меньше часа. Готовиться артисты начали с самого утра и продолжают до сих пор. И вот мой коллега тоже будет сегодня выступать. Расскажи, что будешь сегодня исполнять? Песня называется «Шикарная». Я сегодня буду ее исполнять. У меня в целом в номере участвует 12 прекрасных девушек. Примерка платьев, репетиция номера. По-моему, дня 3-4 точно я уделил именно постановке номера. Ты выглядишь сегодня шикарно. Ты выглядишь сегодня шикарно. Этот вечер немного пьяный. Что сегодня будешь петь? Сегодня у меня вообще очень долгожданный день, потому что выйдет в свет моя новая песня, которую я долго очень вынашивал, переделывал много раз, перепевал много раз. И вот сегодня вот такой финальный вариант новой песни, который называется «Вотражение воды». Остается все меньше и меньше минут до начала. Давайте узнаем у зрителей, чего они ждут и вообще какие эмоции и предвкушения от предстоящего концерта. Здравствуйте. Хотим получить максимальное количество ярких эмоций, увидеть наших белорусских звезд эстрады. и, конечно же, потанцевать, повеселиться. Мы ожидаем очень классных и новых песен, посмотреть на самых знаменитых молодых артистов в Беларуси. И, естественно, будем танцевать. Чего вы ожидаете от песни года в этом году? Праздник. Как долго вы готовились к сегодняшнему концерту? Готовились мы достаточно долго, конечно. Усердно. Да, с того момента, как мы были номинированы на песню года, вот тогда были усердные тренировки каждый день. Что вы почувствовали, когда узнали о номинации? Это была невероятная радость, конечно. Это большая честь. И наших близких, и людей, конечно, которые за нами наблюдают, которые слушают наши песни, они сегодня придут нас поддержать. Здорово. А что будете петь? Миллион алых роз. Ну, споем тогда. Миллион алых роз. Миллион нежных фраз. Думаю, что всерьез. Видно не в этот раз. Концерт песни года. Вот чем эта съемка отличается от обыкновенного выезда на какой-нибудь синхрон? Ну, во-первых, это очень грандиозное событие, в котором задействовано огромное количество людей, очень большая команда. 15, 16, 17 операторов я уже даже точно не помню. И особенность в том, что каждый номер должен быть очень четко отработан, разведен по планам, по камерам. И в первую очередь это телевизионный проект, который будут смотреть миллионы. И все операторы отвечают за правильные ракурсы. У нас очень сложный номер. Мы его готовили практически месяц. Ну, плюс, конечно, есть такое все-таки, знаете, несмотря на то, что профессионалы, какое-то волнение, какую кому номинацию дадут, чтобы кто там не думал, никто ничего заранее не знает. Это правда. Ну, и в-третьих, конечно же, радость от встречи со зрителем, потому что вот, ну, даже сейчас уже видно, что аншлаг, вот, хотя еще осталось время до выхода. Вот, ну, всегда переполняют эмоции, потому что, ну, столько талантливых людей в стране. И оказаться в числе тех, кого жюри, и кого зрители, и кого телеканалы, и радиостанции отобрали в галоконцерт «Песни года», это большая честь. Что вы чувствуете? Какие эмоции? Самые лучшие, самые сильные, самые яркие. Ага. А что вот сегодня вы будете исполнять? Я пою сегодня песню своего самого близкого друга, нашего популярного белорусского композитора Олега Елисеенкова на стихи минского поэта Александра Зотова «Играй, музыкант». Для меня «Песни года Беларуси» — это уровень, уровень которого может достичь любой артист в нашей стране. И именно такие концерты показывают любому начинающему певцу, которым каждый из нас был когда-то, что можно достичь успехов, развиваясь в нашей стране, просто выпуская свои песни, делая что-то по сердцу и искренне любив своего зрителя. Это моя первая «Песня года», и для меня это большая честь. С какой песней сегодня вы будете выступать на концерте? Сегодня мы выступаем с самой лирической композицией нашего репертуара. Она так и называется «Лирика». И этой песне мы как раз хотим подразить всех наших любимых женщин к празднику 8 марта. Эмоции мы в предвкушении яркого, громкого, потрясающего шоу, коим умеет удивлять телеканал ОНТ. А с какой песней вы будете сегодня выступать? Сегодня в нашем исполнении прозвучит песня «Мама разрешила», поэтому мы себе на сцене тоже позволим. Жаркие танцы, динамичное движение. Разрешим несвойственные нам наряды. Ага. Попригуем. Да. И, конечно, вообще настроение самое лучшее, какое может быть у артиста, потому что все-таки это какой-то итог года, это наш главный экзамен. Попоем двоем, попоем двоем, ночью не уснем, услышит весь район. Настя Кравченко и твои знаменитые «Ромашки». Что сегодня будешь петь? Сегодня будет Пушкин. В «Ромашках» у нас была идеализированная история любви. «Не гадай на ромашке», «Очаровашка», «Любовь по прогнозу». В этой песне у нас, значит, «Она тебя не любит», «Голову, значит, морочит». Ага. А вот какие у тебя сейчас эмоции? Вот смотри, уже все, уже начинается, уже начинается прямо сейчас. Эмоции. Очень-очень здорово, очень приятно находиться здесь, на главном событии нашей страны. Тогда я желаю тебе удачи, все получится. Все. Раз, как иисус, стречи и каханье, наши голосы летят за небо край. С песней не будет разлетанья, на зажги у сердца песня край. Это наше утро, и мы в предвкушении 8 марта, и делимся, девчонки, не только настроением, но и полезными советами. Вот один из таких наверняка пригодится нашим мужчинам завтра. Братцы, цветы все равно придется дарить. Так давайте делать это со смыслом. Букетом можно признаться в любви, а можно сказать спасибо, выразить неприязнь и даже предупредить об опасности. Кое-что на языке лепестков в нашем следующем материале. При выборе букета очень важно учитывать пол и возраст получателя. К примеру, детям лучше дарить мелкие и нежные цветы. Молодые девушки чаще предпочитают розы и пионы. Женщинам старшего возраста советуют дарить благородные цветы, в частности хризантемы и лилии. Особенно изысканными считаются цветочные композиции одного цвета, которые могут рассказать о чувствах дарителя. Так мужчина признается в любви, когда преподносит девушке несколько алых, бордовых или ярко-оранжевых роз, а выражает благодарность и уважение уже с помощью розовых или белых. Считается, что букет из хризантем можно дарить абсолютно каждому. Этот цветок универсален. Гладиолусы советуют преподносить людям в знак уважения и восхищения. Тюльпаны же передают счастье и гармонию. Букет из этих цветов будет актуален для девушек на любой праздник и даже на первое свидание. Мужская флористика, как правило, более сдержанная. Прекрасным подарком может стать бонсай. Букеты для сильного пола характеризуются лаконичностью и полным отсутствием любых декоративных элементов. Начальнику или коллеге следует преподносить композиции, выполненные в достаточно выдержанной манере. Пышные пионы, розовые или алые розы – не лучший выбор. Остановите внимание на ирисах, тюльпанах и сезонных цветах, подходящих к случаю. Приснились груши? Ждите повышения по службе. Ваши заслуги оценят. Если во сне груши были большими, наяву ваши планы окажутся трудными в исполнении, а успех – сомнительным. Сон, в котором вы собирали спелые груши с дерева, сулит счастливый брак. А грызок груши в сновидении говорит о возможности быстро набрать лишний вес, умерите свой аппетит. И не забывайте, каким бы ни был ваш сон, главное – не проспать утро. Наше утро, 7 марта, и мы уже в предвкушении праздника. Сегодня мы говорим о женском взгляде на жизнь, весну и красоту. И розовые очки тут совсем ни при чем. Сила, с которой нельзя не считаться, так воспринимает женщин глава государства. Встреча с активом Белорусского союза женщин в преддверии 8 марта прошла в Минске. Страна и дальше будет поддерживать материнство и детство, а программа «Семейный капитал» продолжится. Это лишь некоторые из важных заявлений, звучавших на форуме. Подробнее о нем в следующем материале. В преддверии 8 марта глава государства встретился с активом Белорусского союза женщин. В одном зале более полутысячи представительниц объединения из всех регионов страны. Президент отметил, что на протяжении долгих лет в Беларуси сохраняется добрая традиция поздравлять самых сильных, мужественных, красивых и надежных наших любимых женщин в первые дни весны. Вы и только вы являетесь впереди в авангарде вот этого патриотического движения. Именно вы любите так свою страну, родину, как никто другой. Этому есть соответствующее обоснование. Наше будущее любой страны, конечно, в молодежи и в детях. Но кто больше детей любит, чем я говорю, что я с вами могу тут поспорить лично. Но, тем не менее, отдаю пальму первенства вам. Вы и только вы любите детей, любите поэтому будущее. Вы хотите, чтобы у нас было тихо, спокойно и наша страна процветала. Здесь собрались женщины абсолютно разных профессий. Они в основном социальные, ведь именно женщины зачастую совмещают несколько ролей и работницы, и матери. И одновременно обеспечивают надежный тыл. На самом деле, что касается меня, то в определенном смысле это, наверное, было предопределено судьбой. Да, это повышенная ответственность для женщины, потому что в любом случае мы, оставаясь женщинами, должны выполнять все задачи, которые возложены на службы. И спрос, извините, с офицера идет как с офицера. Очень важно любить то дело, которым ты занимаешься. И не важно, будь то дом, то делать это с любовью. Если это работа, то отдаваться полностью. Поэтому мой девиз – любить то, чем занимаешься, и делать искренне, честно и верно. На встрече главы государства с активом Белорусского союза женщин обсуждались важные темы. Поднимались вопросы материнства и детства, поддержки многодетных семей, продление программы семейного капитала, женского здоровья и, конечно, формирование традиций и семейных ценностей. Пусть каждая из вас, умудренная опытом или только начинающая свой жизненный путь, будет прежде всего счастлива. Счастье женщины – вот это самая великая ценность. Потому что счастье женщины – оно огромное, оно всеобъемлющее. Начиная от наших малышей и заканчивая нашей страной. Пусть в ваших домах всегда царит мир, любовь и, самое главное, детский смех. И желательно ни одного ребеночка, но троих. Вот единственное, это же единственное, что я прошу от вас. Встреча прошла по семейному тепло и искренне. Да и как по-другому, если глава государства не единожды подчеркивал свое особое, уважительное и трепетное отношение к женщинам. Наш президент поблагодарил представительниц прекрасного пола за вклад в укрепление семьи и семейных ценностей, за ежедневный и ежечасный труд, милосердие и доброту. Уже по традиции в преддверии женского дня глава государства вручил ордена и медали лучшим из лучших. Держим в курсе космических новостей. Экипаж МКС, в котором белорусский Марина Василевская и Анастасия Левкова посетил памятные места в Москве. Это традиция перед вылетом на Байконур. Путь начался с музея Центра подготовки космонавтов. Здесь находится мемориальный рабочий кабинет Юрия Гагарина. Девушки оставили свои подписи в книге предстартовых записей экипажа. Ну, затем Красная площадь. Участники церемонии почтили память космонавтов, которые пакуются у Кремлевской стены. И, как всегда, ни одна экспедиция не обходит стороной дом Музея Академика Сергея Королева. А уже вчера в Центре подготовки космонавта провожали основной и дублирующий экипаж МКС на космодром Байконур. Всем доброе утро. Время поговорить с психологом. У нашей телезрительницы Анны Ивановны есть вопрос. Ну, а она пишет, что всегда любила и поддерживала, и понимала людей, пока не заняла должность, на которую ей приходится отвечать за ошибки других. Теперь Анна Ивановна часто злиться на сотрудников, иногда даже срывается. И вот у Павла Загмонтовича она спрашивает, нормально ли это. Или Анна сама изменилась в худшую сторону с ростом должности. Павел, доброе утро, вам слово. Доброе утро. Я уверен, что многие окружающие, а особенно ваши подчиненные, если они вас знали до, скажут, что должность вас испортила. Ну, правда такова. Быть руководителем тяжело. Это очень серьезная работа. Это очень высокая квалификация должна быть, чтобы работать руководителем. И, конечно, если это первая ваша руководящая должность, вы будете справляться так, как умеете. Спокойствие, только спокойствие. Примерно за два года вы худо-бедно как-то наблатыкаетесь в этом всем, и станет сильно легче. У вас пока просто адаптационный период. Это пройдет. Хорошо сказал Павел. Мне кажется, на самом деле, вот тема такая настолько важная, да, но я бы хотел сказать, что не должность меняет людей, а ответственность за других людей меняет людей. Вот поэтому... Вот тоже хорошо сказал Евгений. Ну что ж, дорогие друзья, если вдруг у вас будут вопросы к нашему специалисту Павлу Загмантовичу, то вы можете присылать их на нашу электронную почту утрособака. унт.бай В белорусском обществе особое отношение к представительницам прекрасного пола. Есть мнение, и оно звучало на самом высоком уровне, что без участия женщин было бы немыслимо развитие таких важнейших сфер, как медицина и образование. Да, и с этим трудно не согласиться. И благодаря проводимой в Беларуси политике равноправия, социально-экономический статус наших дам, их вклад в жизнь общества возрастает из года в год. В Национальном статистическом комитете рассказали, как выглядит портрет современной белорусски. Белорусская женщина. Кто она? И чего хочет? Какое образование имеет и где работает? Высокообразованная, трудолюбивая и спортивная. Именно так выглядит портрет современной белорусской женщины. В Республике Беларусь проживает около 5 миллионов женщин. Это 54% общей численности жителей республики. Средний возраст белорусок – 43,6 лет. Женщин немного больше, чем мужчин. Так на тысячи мужчин приходится 1165 женщин. В прошлом году в брак вступило 56 тысяч белорусок. А для 62% из них это было в первый раз. Что интересно, 592 женщины вышли замуж в возрасте старших 65 лет. Кстати, почти каждая третья женщина, вступившая в брак, была в возрасте 20-24 лет. Но согласно приведенным данным, сегодня белоруски выбирают карьеру и все чаще откладывают замужество на более поздний срок. Они не спешат прятаться за спины мужчины, и предпочитают профессиональную независимость. Белорусска характеризует высокий уровень занятости населения. Причем уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте – 84%. В структуре занятых женщины и мужчины представлены практически в равной степени. В большинстве своем белорусские заняты в сфере услуг. Самыми женскими сферами деятельности являются здравоохранение и образование, где доля работающих женщин достигает 84%. Чуть меньше женщин – финансовой и страховой деятельности – 77%. Интересный факт. Белорусские женщины любят учиться больше, чем мужчины. Среди занятых в экономике женщин 42% имеют высшее образование, тогда как среди мужчин всего лишь 29%. Представительницы прекрасного пола стали более активно занимать руководящие должности. Так, доля женщин-белорусок на руководящих постах достигла практически 50%. Белорусские активны не только в трудовой деятельности, но и активно занимаются спортом. Около 29% женщин в возрасте 16 лет и старше занимаются спортом и физическими упражнениями. Причем 85% из них занимаются самостоятельно. В современном мире женщины стараются успевать во всем. Не только работать и заниматься саморазвитием, но и строить семью. Стоит отметить, что в Белоруссии у около 60% работающих женщин в возрасте 20-49 лет есть несовершеннолетние дети. И несмотря на все это, можно сказать с уверенностью, что белорусские женщины порой успевают даже больше мужчин. Материнство и детство в Белоруссии под надежной защитой. И немало внимания на государственном уровне уделяется важности сохранения женского здоровья для будущего страны. У нас в гостях заведующая женской консультацией 37-й столичной поликлиники, главный внештатный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Минградсполкома Оксана Коротких. Оксана Валентиновна, доброе утро. Доброе утро. Очень важная у нас с вами тема. Как говорится, сохранить здоровье с молоду, наверное, касаемо женского здоровья, это особенно актуально. Вот с какого возраста необходимо девочку приводить к врачу-гинекологу? Девочек приводить к гинекологу рекомендуется в 3 года перед походом в детский сад, потом в 6 лет перед походом в школу, и потом в 14 лет ежегодно. А как маме подготовить ребенка к такому посещению врача? Вы знаете, на самом деле такой особой подготовки не требуется. Главное, родители не пугать детей. Понятно, чем старше мы становимся, тем осознаннее мы уже подходим к своему здоровью. Сегодня, наверное, это уже правило хорошего тона для любой женщины ежегодно проходить плановый осмотр. А что входит в этот плановый осмотр? И вообще, провалия. Действительно ли женщины сегодня стали больше о себе заботиться? Ну, во-первых, все зависит от возраста женщины. Если женщина в молодом возрасте, планирующая беременность, это общая отдельная категория женщин, то в их спектр обследования может входить общий анализ крови, общий анализ мочи. У них большой спектр обследования. Биохимия. Мы всегда рекомендуем сдать анализ на инфекции, передающиеся половым путем. Цитология – это анализ на клетки, шейки, матки. Нужно сделать ЭКГ, пройти терапевта. То есть это женщина, которая планирует беременность, она должна знать о себе все. А если женщина не планирует беременность в молодом возрасте, например, там, молодой возраст, это же большой возраст, но до 30 лет, то, по сути, она может приходить даже не раз в год, а раз в два года, если ее ничего не беспокоит, и если она часто не меняет половых партнеров. Женщины после 30 лет, например, у нас в стране сейчас проходит, мы каждые 5 лет женщинам с 30 лет берем анализ на вирус папиллома человека, для того, чтобы выявить такой скрининг рака шейки матки, потому что вирус папилломы человека – это тот вирус, который может приводить, и 95% приводит к раку шейки матки при длительном нахождении в организме. С 30 лет желательно сдать и анализ на цитологию, ее никто не отменял. То есть вирус папилломы человека, если вдруг выявляется, то женщина будет обследоваться более глубоко. Если он не выявляется, цитология лишней тоже не будет. Все-таки это те заболевания, которые можно выявить своевременно, и в ранняя диагностика говорит о том, что лечение пройдет эффективно и успешно. Ну, конечно, после 40 лет женщинам мы всегда говорим, что нужна кардиограмма, общий анализ крови, общий анализ мочи, опять же, та же цитология. И женщинам, начиная с 50 лет, сейчас 49, мы всем говорим, что нужно делать маммографию. То есть молочная железа – это тоже наш важный орган. К сожалению, во всем мире онкология растет, и растет очень быстро, быстрыми темпами. От этого никак не уйдешь. Но нам нужно выявить заболевание в ранней стадии для того, чтобы можно было лечить, чтобы женщина жила дальше долго и счастливо. А поэтому ранняя диагностика существует, нужно просто прийти и этим воспользоваться. А насколько важна и вообще нужна витаминотерапия? Сегодня, в принципе, модно принимать витамины, даже без назначения врача. Но особой ролью, если мы говорим про женское здоровье, уделяется фолиевой кислоте. Почему? Да. Фолиевая кислота. Фолиевая кислота – это такой витамин, который, говорят, витамин молодости. Конечно, молодость он не вызовет, да, но дефицит плохо сказывается, например, на состоянии кожи. То есть если это дефицит, то кожа может выглядеть не очень хорошо. Она может быть более сухая, более морщинистая, хотя это тоже от уровня коллагена в твоём организме зависит, и от наследственности. Значит, нас всегда волнует дефицит фолиевой кислоты у женщин, которые планируют беременность. Потому что нехватка фолиевой кислоты в организме женщины, которая планирует беременность и которая планирует зачатие, всегда приводит к порокам развития. И чаще всего это порок развития нервной трубки. Это тяжёлые пороки развития, которые всегда требуют прерывания беременности. Поэтому всегда говорим, что женщины, планирующие беременность, вместе со своим половым партнёром принимают фолиевую кислоту. Вот, кстати, про это давайте поговорим. Сегодня многие откладывают планирование беременности, саму беременность и, в принципе, детей. Как сохранить репродуктивное здоровье как можно дольше женщине? Дайте какие-то рекомендации. Вы знаете, нас с гинекологов это очень огорчает, что женщина уже к такому осознанному родительству, что она готова быть мамой, приходит в более позднем возрасте, чем когда-то. Потому что, к сожалению, с нашим возрастом, увеличением возраста, мы получаем новые болезни. И женщина в 30 лет имеет намного больше болезней, чем женщина в 20 лет. Хоть она чувствует себя молодой, готовой ко всему, но женщина в 40 лет имеет ещё больше болезней, чем в 30 или в 20. Поэтому всегда мы рады видеть молодых беременных. Чем она моложе, тем лучше всё-таки её физиология, её организм моложе и лучше всё переносит. Вообще, сохранение женского здоровья – это, наверное, сохранение здоровья нашей нации. Потому что от девочек, от женщин потом начинается наша нация и наше здоровье. Спасибо большое за полезную информацию. Ну и с наступающего праздника. Спасибо большое. Ну а я напомню, что у нас в гостях этим утром была заведующая женская консультация 37-й городской поликлиники города Минска, главный внештатный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингородсполкома Оксаны Коротких. Есть ли жизнь на Марсе? Пока неизвестно. А вот на Луне, возможно, теперь есть. На борту израильского космического зонда, который разбился на лунном грунте 5 лет назад, оказывается, находились несколько тысяч тихоходок. Эти микроскопические существа очень живучие. Им не страшен ни холод, ни жара, ни даже радиация. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Ну а пока эти тихоходки осваивают спутник Земли, предлагаем полистать наш земной лунный календарь. Удачного дня! 7 марта. 27-е лунные сутки. День открытий, прозрения, выяснения истины. Если вы хотите, чтобы и на вас не зашло озарение, освободите себя от выполнения рутинных дел. Чтобы день прошел спокойно, поддерживайте в себе состояние легкой радости. Не обременяйте себя лишними заботами. Уязвимая часть тела сегодня – голени. Болезни обычно связаны с лимфатической и кровеносной системами. Небольшое возмущение в геомагнитном поле. Сила ударов – два балла. И помните, в жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя. Это наше утро, и самое время пройтись по весеннему гардеробу. Пройдемся мы сегодня по блузону. Что же это такое? Название этого вида куртки созвучно другому хорошо известному предмету. Это не случайно. Внешне эта куртка действительно напоминает блузку. Короткая, на приточном поясе, с различной отделкой. Я понимаю, на весну как раз очень удобно, комфортно, потому что быстренько накинул и пошел. Шикарный вариант, я согласна. Тем более, очень модно сегодня. Одна из разновидностей блузона – это куртка-бомбер с трикотажными манжетами, широким поясом снизу, может быть, на молнии и с капюшоном. А вот еще один вид блузона – это куртка-овал, присборенная по низу. Слушай, откуда ты знаешь вот эти все термины? Изучаю. Долгими ночами, Евгений. Но мужской вариант очень классный, ты тоже согласен. А, вот этот был, да? Да. Куртка-блузон идеально подходит для теплой весны, хорошо сочетается практически с любой одеждой, хорошо смотрится и с жинсами, и ботинками, а также с платьями и юбками разных моделей. С последним не уверена, честно говоря, но если только под спорт, тоже такой вариант. Юбочка с кроссовочками. Ну, в конце концов, блузон, не блузон, главное, дорогие наши телезрители, пожалуйста, одевайтесь по погоде, потому что мы для этого стараемся, чтобы вам было и комфортно, красиво, главное, тепленько. А бомбер, кстати, есть очень крутой от белорусских дизайнеров, присмотритесь. Это «Наше утро», и в канун 8 марта мы обсуждаем весенние темы и, конечно же, говорим о том, что волнует нас женщины, смотрим на мир женскими глазами. Принято считать, что этот взгляд нежный и мягкий, но иногда он может остановить преступника даже без применения силы. В женском взводе столичного ОМОНа умеют и такое. Об особом подразделении Минской милиции наш следующий материал. Их силе, выносливости и стальному характеру позавидует любой мужчина. Они – сотрудницы отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорысполкома и каждый день, каждую минуту готовы выполнять боевую задачу. Конечно, работа и в обычной жизни дает у себя знать в плане характера и каких-то моментов. Но мы все равно девочки, поэтому мы стараемся не забывать об этом и быть женственными. Дарья Климович с улыбкой говорит, в ее семье суждено носить погоны. Дедушка – майор милиции, отец – подполковник милиции в отставке. Окончив Молодечнинский торгово-экономический колледж, девушка устроилась на должность младшего инспектора связи службы милиции 102 ГУВД Мингорысполкома. Спустя три года стала сотрудницей отряда милиции особого назначения. О чем не жалеет. Коллеги стали уже второй семьей. Инспектором службы милиции 102. Там нужно быть в телефонной линии, нужно принимать сообщения у граждан, начиная от мелких бытовых сорт, заканчивая более грабежами, разбоями. А здесь работа у нас охраня общественного порядка. В жизни, знаете, тоже есть сильный характер появляется во всем. И, так скажем, прошла я эту школу, так скажем, школу жизни. Закалили меня девочки характером, боевым духом. Анастасия Иванова на службу в отряд милиции особого назначения пришла в 2020-м. За плечами был педуниверситет и мечта обеспечивать общественный порядок. Мастер спорта по плаванию, кандидат в мастера спорта по современному пятиборью. Спорт в ее жизни с детства. К слову, сотрудницы отряда милиции особого назначения – бывшие или действующие спортсменки. Уровень физической подготовки в отряде должен быть на высоте. Недавно Анастасия вернулась с международных соревнований в Дубае. В Дубае проходил свой челлендж в 2024. Это в русских кругах называется Олимпиада спецназа, где в этом году было собрано 74 команды со всего мира, все спецподразделения мира. И вот нам выпал такой шанс поучаствовать. У нас была тяжелая подготовка, в нас очень много вложили. И хотелось достойно выступить на этих соревнованиях, показать тот результат, на котором мы наработали. Делать там надо было все – бежать, спускаться на сурок, стрелять, стрелять с разного вида оружия. В основном там была командная работа, поэтому надо было постоянно чувствовать плечо своей команды. Женский взвод часто задействован при проведении досмотра граждан на массовых мероприятиях, охране высших должностных лиц. Ну и в задержании преступников девушки тоже участвуют. Вот такой сильный слабый пол. Я думаю, что любая из нас гордится нашей профессией, нашим выбором. Также нами гордится вся наша большая страна, наверное, и наши родители, наши близкие, наши дети. Ну, мы очень гордимся своим выбором, своей профессией. Чтобы служить в таком отряде, необходимо иметь отменное здоровье, психологическую и физическую выносливость. Ежедневно они рискуют своей жизнью ради спокойствия и безопасности других. И невыполнимых задач для них не существует. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками, конечно же, с душой. Мужчинам, которые готовы порадовать любимую оригинальным букетом, рекомендуем обратить внимание на нашу гостью. Этим утром у нас в студии флориста, дизайнер Ирина Якимович. Доброе утро, Ирина. Вы нам уже принесли праздник сегодня. Кстати, с наступающим вас. Спасибо вас также. Мы будем с вами собирать букет. Ну, наверное, собирать букет. Вы, я буду наблюдать, помогать, рассказывать, что нам понадобится. Так, ну, мы сделаем такой волшебный весенний сад с луковичными растениями. Это композиция в вегетативном стиле, которая напоминает нам кусочек природы. Как раз, когда прям очень хочется настоящего наступления весны, это композиция «Как нельзя кстати». Давайте начинать. Давайте. Итак, ну что, у нас для композиции, да, я подготовила вот такие пророщенные веточки. Вот это, например, вишня. У нас, кстати, сейчас идет такая обрезка деревьев по всему городу, поэтому можно даже где-то, если проходить мимо, можно даже нарезать вот таких веточек. Ну, у нас все сезонно, я смотрю, даже есть традиционные тюльпаны, которые всегда в Международный женский день мы видим наших прекрасных женщин в руках. В чем особенность нашей сегодняшней композиции? Потому что помимо тюльпанов, вот еще есть у нас и веточки, и мох, и даже цветы у нас вот в горшочках. Вы знаете, тюльпаны, конечно, безусловно, это напоминание такой первой весне, ранней весне, и, конечно, это всегда ассоциация с 8 марта. Есть люди, которые хотят сделать, удивить свою женщину таким образом, чтобы, знаете, как, чтобы ни у кого так не было. Вот, и когда поступает запрос, например, сделайте что-то такое, чтобы было надолго, интересно, креативно, то вот эта композиция как раз про этот вопрос. В принципе, все можно сделать своими руками, справится даже мужчина, как я понимаю. Ну, единственное, что нужно найти такую вот красивую подставочку, да, внутри мы это все, это, так понимаю, специальные пропитывающие губки, да, которые будут выдерживать влагу. Да, мы немного добавляем флористический оазис, но только для того, чтобы она питала, эта губка, наше растение, вот, и для того, чтобы закрепить наши веточки, чтобы они тоже пили. Мы берем луковичное растение. Смотрите, какие красивые галантусы. Это подснежник снежный, он растет на садовых участках, и я его тоже выращиваю, использую для композиции. Такая сказочная история даже. Да. Как вообще сочетание угадать правильное? Какие цветы друг с другом сочетаются? Знаете, самое главное, это чтобы эти цветы попадали в один сезон. То есть, например, хризантему, которая у нас ассоциируется с осенью, ну, никак нельзя поставить вместе с тюльпаном. Ну, не дружат они. Хорошо, мы ощутим сезонность. Помимо этого, на что нужно обращать внимание, когда мы дарим цветы конкретному человеку? Стоит ли учитывать, может быть, и его характер, внешность? Это однозначно. Конечно же, например, цветочная композиция и по цвету, и по самому решению дизайнерскому будет отличаться, например, будь то для очень юной девочки, да, или это для женщины. Тут и цвет важен, и сами цветы. Хорошо, Ирина, вот продолжая делать нашу композицию, давайте основные рекомендации дадим. Допустим, это юная такая романтичная 20-летняя девушка. Вот какие цветы лучше для нее выбрать? Знаете, очень подходит такой нежный розовый цвет, нежно-желтый цвет. Кстати, такое ошибочное мнение, что желтый к разлуке, очень жалко, что оно у нас еще, у некоторых людей это в мыслях есть. Потому что желтый цвет, например, это радость, веселье и юность. Это прям озорная юность. И вообще колористика, это прям целая наука цветоведения. И каждому цвету соответствует фигура. Так вот, например, желтому соответствует треугольник. А треугольник у нас это стремление вверх, понимаете? Это прям настроение. И на самом деле, вот тут же желтый можно подарить и зрелой женщине, и пожелать ей быть бодрой и веселой, несмотря на годы. А все-таки есть ли какое-то предпочтение по цветам для более зрелых женщин, для любимых супруг, мам? Знаете, наверное, тут самое главное знать о человеке, что ему нравится. Потому что есть люди, например, которым не нравятся розы, или, например, которым не нравится красный цвет. Поэтому нужно знать предпочтение, кому мы делаем или дарим эту композицию. А вообще флористика – это сложная наука. В чем вы вдохновляетесь, когда составляете букеты? Вы знаете, для многих женщин флористика – это такое удивительное волшебное хобби. Очень такое позитивное, поскольку цветы имеют цвет, цветы имеют запах. Ну, я бы даже сказала, что это благородное хобби. И, например, так как я работаю преподавателем в школе флористики в Минске, то, по моим наблюдениям, большинство людей, которые приходят к нам учиться, именно учатся для хобби, а не для работы. А как вы сменили свой род деятельности? Потому что я знаю, мне тут по секрету написано, что вы 20 лет отслужили в правоохранительных органах. Это удивительно просто. Как так произошло, что вы сменили профессию с такой сильной, мужественной, скажем так, отчасти для женщины, профессией на такую красивую и нежную, по-настоящему женскую? Да, действительно, 20 лет своей жизни проработала в следствии. И, как я говорю, сменила погоны подполковника на цветочные крылья. Видимо, это творчество во мне жило, и оно требовало вырваться наружу. И поэтому я начала, конечно же, с хобби, не представляя, что когда-то это будет моей профессией. Добавляем как раз подснежники. Так, мы уже, да? Да, могу вам помочь. Я помогать умею очень хорошо, составлять вряд ли. Кстати, мужчинам можно ли дарить цветы, на ваш взгляд? И какие подходят цветы для мужчин? Да, мужчинам, статусным мужчинам можно дарить цветы, и даже нужно. И если тем более это руководитель. Цветы и букеты, и композиции для мужчин отличаются от таких, которые дарят женщинам. Во-первых, это и по цвету. Например, считается мужским цветом красный цвет. Это цвет энергии, силы, цвет принятия решений, цвет здоровья. И, конечно, эти композиции и букеты отличаются. Букеты, как правило, в параллельной технике, когда стебли параллельно. Букеты немаленькие, достаточно объемные, большие. И композиции имеют графику. Это, может быть, в каком-то сосуде из квадрата, из прямоугольника. Такие красивые интерьерные работы. У нас получилась уже практически готовая красивая весенняя композиция. Я так понимаю, что осталось только задекорировать этот корень. Да, можно уже остановиться и декорировать. Знаете, плюс вот в этой работе, на самом деле, заключается в том, что она такая долгоиграющая, она очень душевная, и она будет радовать человека не одну неделю. Особенно, если об этом позаботиться. А как позаботиться, чтобы букет долго стоял? Каждый день немножко поливать эту композицию. А если мы говорим о букете, который на своих стеблях, то, конечно, никакие средства, никакие бабушкины методы, мы о них много знаем, не заменят нам такого простого способа менять воду каждый день и подрезать стебли. Каждый день. И поверьте, ваш букет простоит очень долго. Я уже увлеклась процессом, да, Ирина? Отлично, да. Я все правильно делаю, да? Мы сейчас помещаем мох. Так вот, возвращаясь к композиции, хочу все же акцентировать внимание на том, что каждый день она будет видоизменяться, понимаете? В ней будут происходить вот такие жизненные процессы. Что-то будет аккуратненько подрастать, что-то будет расцветать, а что-то наоборот отцветать. Еще какой плюс в этой композиции? Когда наши луковички отцветут, их можно посадить в грунт. И даже, знаете, люди, которые говорят, ой, у меня нету приусадебного участка и дачи нет. На балконе. Да, просто посадите возле подъезда. Либо так, да. И в следующем году вы увидите, как они вас порадуют, и вы вспомните про эту композицию, которую вам дарили там на 8 марта или на другой любой праздник весенний. Мне нужна ваша помощь, Ирина, чтобы завершить эту всю красоту. Да, мы помещаем мох в верхней части. Видите, это реально получается, как будто из лесу кто-то взял, выкопал кусочек леса и принес. И на самом деле все очень просто, все можно приобрести, все доступно. Вот смотрите, вот эта вот основа, да, это сплетенные из березы, из березовых веток. Это я сама плела. Такое гнездышко, оно долговечное. С прошествием лет, даже через 5 лет, оно никак не видоизменится. Вот, будет оставаться таким же красивым и функциональным. Ирина, спасибо большое. Я так понимаю, последний штрих у нас буквально? Да, последний штрих – это снег, да? Это такой искусственный снег. Мы его добавим, сымитируя... Первую весну, ту самую прям. Это прям капель, да? Да, прям вот, прям все такое уже благоухающее. И последний снежок, он вот уходит, уходит, уходит. Видите, имитация. Красота. А еще, знаете, возьмем так вот и добавим такую вот шишечку. Вот она как будто случайным образом упала. Одна и вторая. Вот. Так что идем все в лес, за шишечками, в магазин за цветами. Мужчины, время еще есть. Спасибо большое за такую красоту. Я многое видела, но вот такое, правда, впервые. Я напомню, что этим утром у нас в гостях была флориста, дизайнер Ирина Якимович. И радуйте своих любимых. Весна в этом году радует дачников. Сезон, похоже, наступит раньше обычного, Екатерина. Ты счастлива по этому поводу, да? Есть прогнозы на хороший урожай. И на самом деле рада за дачников. Мы продолжим тему в нашем садово-огородном проекте в Беларуси. Кстати, можно отлично выращивать перцы. У нас есть подробности. Доброе утро. Март радует нас искренним весенним солнцем. И самое время заняться рассадой перцев. Сегодня мы будем пикировать перец сладкий. Конечно, в пикировке перца, как и любой овощной культуры, есть свои маленькие тонкости. В частности, перец – это та культура, которая крайне негативно отзывается на повреждение корневой системы. Поэтому пикировку перца будем проводить в очень юном возрасте, когда семидольные листья, максимум две пары настоящих листьев, уже распустились. Перед тем, как начать пикировку, обязательно прольем наши тенцы, для того, чтобы корневая система активно сцепилась с грунтом. Пока готовится корневая система, проведем подготовку грунта, в который будем пикировать перец. Перец нуждается в очень рыхлом грунте, поэтому возьмем покупной субстрат и будем добавлять в него небольшое количество разрыхлителей. Например, циолит, вермикулит, не забываем про перлит и, конечно же, добавим небольшое количество мела, чтобы раскислить грунт. Обязательно все перемешаем и, конечно, увлажним грунт. Следующий момент, на который мы обращаем внимание, – это пикировочные стаканчики. Если мы предусматриваем еще одну перевалку, то можно воспользоваться более мелким объемом. А если же мы оставим перец до высадки в теплицу, то возьмем минимум объем пол-литра. Мы предусмотрим еще одну перевалку перца, поэтому возьмем объем стаканчиков 0,2. Обязательно насыпем туда грунт и подготовленную рассаду перца в фазе раскрытых семидольных листьев будем пикировать. Для этого немного подкопаем землю, достанем наш сеянец. Как видите, корневая система у перца достаточно длинная. Это основной корешок, и его нужно разместить в пикировочный стакан таким образом, чтобы она не загнулась. Это будет залогом будущего урожая. Возьмем карандаш и сделаем достаточно глубокую посадочную лунку. Собственно, перемещаем наш перчик в посадочный стакан, обязательно уплотняем грунт вокруг него и отправляем в теплое место. Не забываем пролить нашу рассаду и при необходимости подсыпать грунт до семидольных листьев, чтобы за ближайшие три недели на стебельке нашего растения сформировались дополнительные всасывающие корешки. А чтобы ничего не перепутать, обязательно предусмотрим внесение этикетки, на которой мы напишем сорт или название гибрида и, конечно же, дату пикировки. Теперь у нашего перца появился свой индивидуальный домик. До новых встреч! В канун 8 марта не лишним будет вспомнить о женских именах. Вот говорят, что выбирая, как назвать любимую дочь, родители задают вектора ее судьбе. Ну и мы решили, разумеется, узнать, какие имена для девочек в этом году самые популярные. Об этом расскажет начальник отдела ЗАГС Первомайского района и города Минска Юлия Виноградова. Доброе утро! Доброе утро! За два месяца 2024 года в отделе ЗАГС администрации Первомайского района было зарегистрировано 260 малышей. Из них 160 девочек. Самые популярные имена, которые были присвоены нашим девочкам, это Мария, Анна, Евгения, Ксения, Диана. Кстати, такое популярное имя, как София, которое лидирует на протяжении нескольких лет, в этом году нашими родителями для своего ребенка не было выбрано. Спасибо большое! Вот как интересно возвращаются наши нормальные славянские имена. Наконец-то они вот эти вот, да. Ну что ж, в любом случае мы советуем перед выбором имени изучить его значение и происхождение. С приходом весны меняется не только настроение, но и гардероб. У нас есть несколько идей для девушек, смелых и даже дерзких. Ух ты, что же из этого получится? Давайте посмотрим. Бренд «Телема» известен своими изделиями для женщин элегантного возраста. Вот уже второй год компания меняет свои ориентиры и выходит за рамки классики. Высокая мода, дерзость и эксперименты – это все коллекция «Вов». В новом сезоне дизайнеры компании решили создать образы, которые подчеркнут индивидуальность и собственный стиль. Это коллекции более модные, более острые, не повседневные, я бы так сказала. Соответственно, в них более деликатные ткани, которые требуют определенной технологической обработки. И мы, конечно, уже на протяжении этих двух лет очень стараемся довести ее до идеального состояния, чтобы все-таки модницы нашей страны в первую очередь могли ее оценить по достоинству. Расшифровка аббревиатуры «Вов» не скромная, быть без изъянов. И в одежде этой коллекции все девушки идеальны. Дизайнеры поиграли не только с тканями, но и стилями. Здесь есть все – от офисных костюмов до дерзких вечерних нарядов. Эта коллекция ориентирована для молодых, ну и не только, душой, в принципе, девушек, женщин, которые следят за тенденциями моды, любят красивую одежду, не боятся быть яркими, стильными и привлекать к себе внимание. Весенняя коллекция «Лема» – это воплощение комфорта и элегантности. Дизайнеры марки постарались угодить всем. Бренд «Этельер» также обновил ассортимент. Все от верхней одежды до головных уборов уже можно найти в фирменных магазинах страны. Компания «Лема» очень давно на рынке, естественно, уже производит ассортимент достаточно широкий. Мы представили новую линейку мужскую, в которую входит тоже в первую очередь верхний ассортимент, это классическое мужское пальто, casual ассортимент, плащевой ассортимент. Душа просит весны и, соответственно, хочется немного обновить гардероб и любой женщине, и мужчинам. Поэтому приглашаем всех в наш новый магазин, в первом национальном, для того, чтобы вы подобрали себе в новом модном пространстве «Элема» «Этельер», подобрали себе новые наряды на предстоящую весну. Миссия компании «Элемы» – подчеркнуть вашу индивидуальность и помочь создать образы, которые не только запомнятся, но и позволят чувствовать себя комфортно и уверенно в любом месте. «Весенняя линейка» уже в продаже во всех фирменных магазинах страны. Наталья Ехимович, Владимир Казиятко, Яна Белковская. «Наше утро». Вот я не представляю себе праздник без хорошей музыки. На самом деле, я с тобой абсолютно согласен. А с телеканалом ОНТ будет еще и ярче. 8 марта в нашем эфире незабываемое музыкальное шоу «Песня года». Подробнее о гала-концерте расскажем чуть позже. А чем заняться на выходных? Узнаем прямо сейчас в нашем культурном обзоре. На связи Александра Ашанова. Доброе утро, Саш. Что готовит столица? Доброе утро. На выставке Дмитрия Мухова «Ностальгия по-настоящему» в галерее «Высокое место» представлено более 90 работ, архитектурные проекты для театра и кино, чертежи, эскизы и фотографии, декорации костюмов, акварели, фотографии и рисунки с путешествий. Это уникальный синтез разных видов искусств. Поэтому абсолютно всем, кто увлекается изобразительным искусством, театральным искусством, архитектурой, ибо ее тоже можно назвать искусством, эта выставка, безусловно, будет очень интересна. Мастеру присущи стремление к созданию выразительного образа, сплетенного из неожиданных символов и метафор. Персональная выставка «Ностальгия по-настоящему» члена Белорусского союза художников способна владелить. В рамках празднования столетия со дня рождения народного художника Белоруссии Леонида Щемилева в его именной галерее открылась выставка художественного текстиля «Амаш» Леониду Щемилеву. Кафедры декоративно-прикладного искусства и костюмы Белорусской государственной академии искусств. На выставке представлены пять проектов, а также работы самого мастера. В выполнении проектов студенты вдохновлялись творчеством Щемилева, брали определенные темы в его творчестве, переосмысляли их и делали свои гобелены, а также коллекции тканей, которые зрители и могут увидеть на выставке. Есть куда сходить и на что посмотреть. Наш культурный маршрут проложен до понедельника. Красивых вечеров и до встречи! Спасибо, Саша! Ну и, конечно, всем отличных выходных! Это «Наше утро» и у нас есть рекомендации для поклонников «Мельпомены». В репертуарной афише театра юного зрителя пополнение. Там ставят комедию «36,6». Градус накалы страстей на подмостках оценил Ярослав Брагида. «36,6» – не просто температура тела человека. Новое название в афише театра юного зрителя. И уже за кулисами актеры готовятся к премьерному выходу на сцену. На вечер она превратилась в московский ЗАГС. И декорации здесь отнюдь не бутафория. 28 настоящих свадебных платьев. В образах даже оркестр. И это действительно было удивительное приключение, как мы репетировали. То есть я таких темпов, конечно, я люблю большие стремительные темпы, но это была такая серьезная профессиональная работа. Хочу, скажем так, низко поклониться Александру Леонидовичу за терпение, за его интеллигентность и за то, что он заставил нас работать как настоящие профессиональные артисты, как минимум на Бродвее. Потому что сегодня мы разбирали сцену, на следующий день мы должны были знать точности мизаосцены и текст наизусть. И это, конечно, для моих артистов и для меня в том числе это был вызов. У премьерного режиссера не местная прописка. На этот раз воплощает игру в жизнь Александр Нестеров, прославленный мастер комедии. Это его первая работа с нашей столичной труппой. И всего за месяц спектакль вывели на сцену. Учитывая специфику того, что мне приходится ездить туда-сюда, потому что в Москве я являюсь главным режиссером театра, театра Роста. И у меня там большой тоже экипоционный процесс. И я не мог здесь сидеть нон-стоп, поэтому я все время ездил туда-сюда. Но я должен отметить, что артисты проявили необыкновенный совершенно профессионализм. В том плане, что когда меня не было, они репетировали и без меня, и учили тексты. И, в общем, когда я приезжал, я видел подготовленных людей, которые зря время не теряли. И это очень дорого стоит. Поверьте, они просто так об этом говорят. Это бывает нечасто и далеко не в каждом театре. Поэтому мне здесь хорошо. В ЗАГСе звучит оркестр. Президентский. Здесь правит балмаэстро Виталий Кульбаков. Он же впервые и музыкальный руководитель. На сцене целый сборник шедевров мировой классической музыки. Ноты подбирал сам дирижер. Я с удовольствием приехала посмотреть спектакль Александра на белорусской земле. И для меня важна эта дружба, дружба двух театров. Потому что и сегодня у вас стоит одуванчик, который стоит у нас на площади. И сейчас они только что в Таиланде установили такой еще одуванчик, как очень много по миру. И вот эта дружба, она продолжается одуванчик с ладошками детей и людей. Он должен принести счастье вашему театру. И я очень рада, что у вас театр настоящий. И прогрессивный, и сохраняющий традиции. Слышу только такое впечатление позитивное, что смешная комедия. Это самое главное, что смешная комедия. Потому что иногда пишут, что комедия, но в конце не бывает смешной. Но сейчас я от всех слышал, что очень смешная комедия будет. Вот, собственно, и за это и приехал, чтобы посмотреть примеру. И с Верой Александровной обсудить кое-какие планы по сотрудничеству с Ереваном. Тюзовская сцена привыкла к драме. На эти подмостки выходит Каренина, княжна Мэри, мастер и Маргарита. Сегодня же здесь играют комедию. В зале, как и полагается, аншлаг. Пришлось увеличивать количество мест. В кассах слышно. Лишнего билетика не найдется? Их не достать даже на предпоказ. При просмотре 36,6 у зрителей явно поднимется температура тела. Ярослав Брагида, Виталий Мотин, Виталий Гончарик. Наше утро. Женский взгляд на мир. Тема в преддверии праздника. Ну а вот и правда. Почему, на самом деле, женщина быстрее найдет иголку в стоге сена или заместит компрометирующую складку на одежде у коллеги? Ладно, ладно, Женя. Зато мужчина гораздо лучше ориентируется на ночной дороге за рулем, например, и способен часами не терять из виду поплавок на водной глади. Ну что ж, а мы предлагаем занятные факты о различиях в устройстве зрения леди и джентльменов. Мы такие разные, но зато мы вместе, да? Это из этой оперы. Да, мы вместе, да. Мужчины видят мир телескопично, а женское зрение работает как радар с широким охватом для относительно близкой области. Именно поэтому представительницы прекрасного пола гораздо быстрее найдут затерявшуюся в шкафу вещь, в то время как мужчины потратят немало времени, чтобы выцепить ее взглядом. Зато мужчины отлично различают удаленные объекты. Им, как охотникам, необходимо не выпускать цели с поля зрения. Эта способность к слежению в сочетании с пространственным глазомером позволит легче определить, как движутся находящиеся вокруг автомобили. У многих женщин в такой ситуации наблюдается своего рода ночная слепота. Мужчины, даже если у них нет никаких нарушений цветовосприятия, видят все в более теплых тонах. Апельсин им кажется более красным, а трава более желтой. Представительницы прекрасного пола лучше различают оттенки, но при этом у мужчин есть другая сильная сторона. У них более развито контрастное зрение. Представительницы слабого пола лучше запоминают обстановку. Проводили эксперимент. В овальной комнате переставили все предметы, и дамы почти всегда восстанавливали обстановку полностью, в то время как мужчины справлялись хуже. Зато, когда просили оценить расстояние между предметами, сильный пол оказывался точнее. Имена, которые звучат в названиях улиц и площадей, которые увековечены на мемориальных досках и памятных знаках. С гордостью за героев представляем продолжение нашего телепроекта. ООН посвящен тем, кто приближал освобождение Беларуси. 80-летие которого будем отмечать мы этим летом. А сейчас еще одна история мужества, которого не занимать нашим женщинам. Улица в честь верых оружия появилась в Минске в 1960 году. На долю уроженки Бобруйска выпала две войны, гражданская и Великая Отечественная. Вся ее жизнь борьба не смогли сломить веру ни польские тюрьмы, ни фашистские застенки. Историки говорят, есть люди-герои, в жизни которых трудно выделить отдельный поступок, который принято именовать героическим. Зато вся сознательная их жизнь от первых осмысленных шагов и до последнего удара сердца может быть названа подвигом. Начало Великой Отечественной войны застало оружие в Пинске. Противник наступал стремительно. Дочку вместе с матерью и другими родственниками Веру успела отправить в эвакуацию. А сама с мужем Сергеем ушла в партизанский отряд, которым командовал Василий Корж. Вера ждала ребенка. Корж ее отпустил, потому что срок беременности увеличился. Нужно было искать более комфортные условия для рождения. Родив уже на советской территории мальчика, который назвали в честь погибшего мужа Сергея Корнилова, а также Сергеем, впоследствии известный физик, известный ученый. Она вернулась в Москву, потому что считала себя патриоткой. Вскоре после рождения сына она опишет Пантелеймону Пономаренко, секретарю ЦК КПБ, что она не может находиться в тылу, когда враг топчет ее белорусскую землю. В августе 1942 года Веру Хоружеву во главе группы подпольщиков перебросили через линию фронта в Витебск. Вот здесь, наверное, все-таки советское командование, советское руководство допустило определенную ошибку. Ее отправили в те регионы, которые она не очень-то и знала. Ее отправили в Витебск. Советское командование планировало взять Витебск еще в 1942 году. Эта попытка не получилась, поэтому фронт стоял рядом. И в Витебск была направлена разведывательная группа под руководством Веры Хоружей, которая должна была собирать разведданные, передавать их в центр, наладить связь с местными подпольщиками, развивать подпольное движение. Буквально сразу же после буквально нескольких месяцев пребывания начались аресты. 13 ноября 1942 года на явочной квартире Вера Хоружей была схвачена фашистами, а с нею и ряд участников подпольной группы. Несмотря на пытки и издевательства, несломленную Веру казнили во дворе спецтюрьмы вместе с другими арестованными. Нет точных данных о том, когда именно была казнена Вера Хоружей. По одним данным, это случилось 4 декабря, по другим – 6. Отсутствие точных сведений об обстоятельствах гибели подпольщицы стало причиной того, что вопрос о награждении героини растянулся на долгие годы. Но справедливость восторжествовала. 17 мая 1960 года Вере Хоружей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Жизни и подвигам великой подпольщицы посвящен документальный фильм «Письма в бессмертии». Сегодня в Мозыре, Пинске и Витебске установлены памятники Вере Хоружей. А во многих городах Белоруссии, как и в Минске, есть улицы, которые носят ее имя. Про милых дам можно говорить бесконечно, но что касается белорусок, они самые красивые и просто лучшие. Такое мнение не раз звучало на самом высоком уровне, и его разделяют, хочу он сказать, не только наш соотечественник. Ой, знаешь, комплимент засчитан и вполне, конечно же, уместен в канун 8 марта. Сегодня мы говорили о весне, о красоте, о заботе и всем прочем, что присуще женскому взгляду на мир. Наши поздравления всей прекрасной половине человечества. И завтра подкрепим их подарками, цветами и, разумеется, вниманием. Ну а на сегодня все. Очаровательная Екатерина Алисеевича. И, конечно же, Евгений Ржуцкий. Это наше утро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok